Друзья мои, мы продолжаем наши заметки из Франкфурта, автосалон, центральное событие это осени. Я удивлен, ребята, мы на стенде Cherry, здесь очень много народу, кстати, где-то 95% это китайские журналисты, и еще 10 тысяч человек, это европейцы, все китайцы здесь, ребята, и это машина, которая встанет на конвейер вместо Cherry Tigo. Заметьте, новое название Cherry Tigo это XCTX. Ну и первое, что бросается в глаза, ребята, наконец-то у китайских дизайнеров, на которых, кстати, работают люди из GM и Porsche, которые там рисовали автомобили, появилась оригинальная идея. Ребята, это первый китайский автомобиль с оригинальной идеей, посмотрите. Ходовой огонь длиной во всю морду, осталось только подсветить значок. Вот это тема, ребята. Ну и придумать оригинальное исполнение. Ребята, ну и второе, второе, конечно, решетка, решетка. Смотрите, с одной стороны вот эти элементы, каждый в отдельности, нет, сначала Mercedes, потом Kia, а теперь встанет поперек, вот оттуда. А вот эта линия уже, а вот вам и Lexus. Да. А, неплохо. Правда, единственное, что она как-то вот крепится не очень, не очень крепко, да? А это все для того, чтобы меньше повреждений получил, пишут. Чтобы шейка бедра дешевле лечилась. Так, покажите мне головную локтику. Показать вам? Да. Вот она, вот она. Ну, в целом, вот с ходовым огнем... Да, я вот встану, правда, не срепко. В целом, вместе с ходовым огнем машина выглядит очень интересный спирт. Ну, давайте так, корее. Вот очень похоже на корейцев и на японцев. А теперь вы удивитесь, как выглядит боковина. Так. Вот, давайте на сером автомобиле посмотрим. Слушай, а сбоку, вот передняя часть, очень похожа на Land Rover. Вот так вот прям отрезаем, ребят. Нет, ну посмотри, нет, вот это вот, смотрите, вот эта вот штука, да, вот эта планка, это вообще додж какой-то спортивный 69-го года, да. Дальше у нас идет вот эта вот, да, история. Смотрите, как фара загибается. Чуть-то не до середины колеса она доходит, да, здесь. Ну, и боковина, Иван Иванович, давайте вот плоско покажите. У меня такое ощущение, что Mazda CX-5 раздвинули. Не-не-не, знаешь, слушай, морда точно похожа на Land Rover. Значит, середина, вот эти две двери, это что-то корейское, типа Sorento Prime. И оригинальная, оригинальная, опять же, европейская задница. Может быть, даже Jaguar F-Pace, вот что-то, какие-то нотки такие. Не, ну в целом, смотри, вот я имею в виду из Гыбы, вот эти все переходы, ну какой-то еще и от Mazda ездит что-то такое. Ну, откройте эту заднюю дверь. Садитесь. Открылась, кстати, струна. Садитесь. О, слушай. В такой жесткой сидушке я давно не видел, ребята. Она практически, такое ощущение, что это сидушка, это сидушка для тех людей, у которых все нормально садится. Итак, нас прогнали из того автомобиля. Оказывается, он был не совсем готов к тому, чтобы его показывать. Ну, вот смотрите, ну вот задница уже, а теперь, по-другому, скажите, что Kia Sportage здесь все-таки больше. Именно от корейца. Патрубки выхлопной системы. Откройте багажник, если он откроется, конечно. Тоже не готов. Это превью версия, как, к сожалению, не откроется. Ну, давайте проследуем внутрь, попытаемся залезть. Садитесь на заднего. Это шоу-кар. Там сидеть нельзя, перевожу его. Понятно? Ну, тогда посмотрите хотя бы. Посмотрите. Ну, что же, это откантары, я узнаю. Да, это дорого. Ребята, это кит. И фулли синтетик коврик. Ну, давайте теперь посмотрим на то, как выглядит торпедо. Идите, идите. Но не торпедо, вы посмотрите. А сколько идей все-таки заложено в прекрасной машине Вольво. Я имею в виду. А где ключи? Ой, 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 ой. Что же вы сделали-то такое? Слушай, а какой у меня сильный палец. Я сломал переключатель коробки передач. Короче, но обратите внимание, сейчас вот девушка отлезет наконец. Посмотрите, алькантара на торпедо. Ну, я думаю, что в серийном автомобиле ее не будет. Попроще будут материалы. И придется им закрывать. Вот, смотрите. Да-да-да. Вот, смотрите. Раздельный... Сори, амсры. Сори. Раздельный подлокотник. Как в BMW. Раздельный, да. И посмотрите, какой интересный джойстик управления мультимедийной системой. Да? Вот видите? Вот как бы с одной стороны эта шайба, а сверху на нем еще и, так сказать, для пальца. Вот, видите, как хорошо. Вот так должно быть. Да-да-да. Но нам сказали, что сейчас китайские специалисты прорабатывают, на каком конкретно рынке, в какой стране эта машина сможет выстрелить. Ну, пока что ни в каком. Ну, я имею в виду... Ну, огромный дисплей мультимедийной системы. Вау. Ну, а людям хочется смотреть. Посмотрите, как я рисую. Не огромный, а единственный воздуховод во всю ширину. И огромные барашки, значит, системы климат-контроля. А пойдемте с той стороны еще посмотрим водительское место. Нет, вот там дверь закрыли, я так понимаю. Для того, чтобы ее больше не открыли. Ну, давайте попробуем. Итак, специально для нас открыли дверь этого концепт-кара, кассета-концепт-кар. Ничего не трогать руками. Первое правило, ребята, когда вы лезете в чужую машину. Но посмотрите, как изящно. Здесь, грубо говоря, на рычаге переключения коробки нет кристаллов. Зато подобие кристаллов есть на ручке переключения вот световых приборов, дворников. Приметра регулировки сидения водительства. А посмотрите, присядьте, как сделан мультимедийный экран водительский, да? Ну, посмотрите, экран стал большим, а мельчить не перестали. До 10 тысяч знаков на один квадратный метр может уместить китайский специалист. Ну, в целом, ребят, давайте позволю, какие колеса. Кстати, резина не китайская. Мишлен. 19-е. 19-е колеса. Хром, ват. Ну, слушайте, но эту машину можно похвалить. Не-не-не. Не-не-не. И самое главное, это не просто концепт. Я так понимаю, все-таки уже такой препродакшен. Давайте ваше мнение, давайте короткое. Значит, парни, это не просто уже концепт. Это все-таки автомобиль, который больше похож на автомобиль, который действительно в ближайшие, там, может быть, там, 12-16 месяцев, 18 месяцев станет на конвейер. Ну, посмотрите, уже законченные формы. Однозначно они определились с кузовом, да, с самими кузовными панелями. Нет понимания, наверное, исключительно по наполнению, по качеству материалов интерьера, по тем опциям, которые будут доступны. Давайте так, скажем, по деталькам. Нет, ребят, очень и очень достойный автомобиль. Был сегодня представлен здесь, во Франкфурте, на стенде компании. Черри. Черри. Это был Тига, а стал. Иксид. Иксид Тиг. Иксид мотива. Тиг. И что-то там такое.